Санкционируй акции протеста или не санкционируй, государство, если захочет, посадит все равно. Сегодня граждане вышли к следственному изолятору номер один с несанкционированным пикетом. Когда власть не соблюдает закон, граждане также избавлены от права соблюдать законы. Тем более такие нелепые, какие приняты были вот в июне. То есть это наш такой ответ, я считаю, хороший на ужесточение законодательства о митингах, который фактически отменяет действия в России 31 статьи Конституции. И кроме того, это одна из тактик, одна из форм гражданского неповиновения, которые давно уже пора применять для того, чтобы свалить режим. А чему посвящена эта акция, конкретно эта? Посвящена конкретно эта акция, значит, в судьбе Владимира Акименкова, активиста Левого фронта, который слепнет сейчас в тюрьме и его там держат. В тюрьме, несмотря на то, что он фактически уже слепой и он должен быть освобожден. То есть вы призываете власть к гуманности? Мы призываем освободить Акименкова. Гуманности от власти ждать не приходится. Свободу Владимира Акименкова! Свободу Владимира Акименкова! Когда охранка не в курсе проводимой акции и поблизости нет легиона космических войск, носители погон скромны, как кролики. Вот и сейчас, услышав крики на матросской тишине, ни один храбрый полицай не рискнул выйти из здания и накачать правопорядок. Услышав эти вопли, тут же выехала машина полиции. И, кстати, проследовала мимо. Голой полицейское государство! Голой полицейское государство! Акция длилась минут семь. Заявив о своей позиции, протестующие быстро разошлись. И лишь тогда, самовздутыши в погонах, боязливо озираясь по сторонам, вылезли из своей государственной норы. Оно и понятно – страшно. И чем дальше, тем страшнее. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.